Для меня это был интересный момент и интересное наблюдение, потому что оно очень, по-моему, точно встает в целый длинный ряд других наблюдений, которые свидетельствуют о том, что с Владимиром Путиным, как с политиком, что-то такое происходит. Происходит, я думаю, для него нечто довольно неприятное. Знаете, как говорил один мой знакомый профессиональный игрок на бильярде, появилась чуйка, но пропала кладка. То есть перестал попадать. Дело в том, что Владимир Путин перестал попадать. Он перестал попадать в интонацию, он перестал попадать в как-то правильное выражение лица. Он начал, опять же, термин, теперь уже из другого жаргона, он начал лажать. Он начал раз за разом попадать в ситуации, когда, ну, поскольку он очень рассчитывает на то, что его окружают идиоты, с которыми можно как угодно, которые ничего не поймут, ничего не оценят и как-то не смогут отделить правду от лжи, лицемерие от искренности. Видно, что он очень, я бы сказал, мало ценит, а точнее, совсем не ценит людей, которые его окружают, совсем их ни в грош не вставит. Вот это ощущение его подводит, потому что он начинает выглядеть раз за разом идиотом сам. Ну, вообще так, если приглядеться, ничего глупее, чем вчерашняя сцена с выходом с балета «Исмеральда». Так просто, если вот отрешиться от того, о ком идет речь. Вот вышли два человека, и некто знакомый, некое третье лицо им задает, ну, смущаясь и, так сказать, стесняясь, задает вопрос, который, в общем, давно повис в отношении этой семьи. Вот ничего глупее, чем эта сцена, придумать невозможно. Вот эти двое начинают разговаривать про балет «Исмеральда» и про то, хорош ли он был, и шикарен он или не шикарен. А потом говорят несколько очень глупых, очень лживых, лживых, причем интонационно, очень ненатуральных и, по существу, очень фальшивых фраз. И фальшивость эта, она очень видна, она очень легко читается, и вопрос не в том, что они смущены нетривиальной, как бы, для них ситуацией и тем, что, в общем, они как-то первый раз в жизни на публике, как-то разводятся по первому разу, что называется. И этого опыта у них нет? Нет, дело не в этом. Но вообще столько можно было бы не врать. Можно было бы не врать про перелеты, потому что значительное количество людей знает, что Людмила Путина довольно много лет провела в качестве профессиональной стюардессы, и как-то, ну, нет у нее никакой проблемы с перелетами. Можно было не врать про детей, которые живут в России, поскольку известно теперь просто с точностью до дома, где в реальности они живут, живут они за границей. Можно было бы не врать о мотивах, потому что история про то, что Владимир Путин человек очень публичный, это смешная лажа. На самом деле, разумеется, он человек чрезвычайно закрытый, абсолютно намертво законопаченный, и усилиями огромного количества людей, многих тысяч людей, его жизнь совершенно лишена какой бы то ни было публичности и какого бы то ни было контакта с окружающей действительностью. Нет ни одной фотографии, которая не была бы постановочной, которая не была бы тысячу раз профильтрована какими-то разнообразными людьми, у которых, к тому же, ужасные вкусы, ужасные представления о том, что выглядит симпатично, обаятельно, а что нет. Дело в том, что с Владимиром Путиным с некоторых пор это стало происходить. Вот вообще можно вспомнить, что он первую половину, скажем, своего пребывания на президентском посту, если считать до сегодняшнего момента, был, надо сказать, довольно изощренным лицидеем. Он умел на публике производить впечатление, он умел выстраивать какие-то мизансцены, держать лицо, выбирать интонацию, импровизировать, если нужно. И люди, которые ему очень симпатизируют, и люди, которые, наоборот, относятся к нему с отвращением, они, в общем, признавали, что, ну да, он умеет как-то выступить. Ну, давайте, скажем, вспомним знаменитую сцену в Пикалёва, когда там ему нужно было на глазах у большого количества изумлённой публики мучить Дерипаску. Ну, там, не имеет значения, какие в реальности у него отношения с Дерипаской, ну, надо было в этот момент его мучить, так было положено. Он, надо сказать, довольно изящно его мучил, если помните все эти истории, там, идите сюда, подпишите вот тут, ручечку отдайте, пожалуйста, и так далее. Это, в общем, довольно лихо было устроено. Первые прямые линии с народом тоже, в общем, были срежиссированы довольно впечатляюще. Там эти старухи, которые приходят в восторг и оргазм на глазах у изумлённой публики, какие-то визжащие дети, какие-то захлёбывающиеся восторгом комсомольцы и всё остальное, и он среди этого всего царит. Всё нормально. Ну, в общем, довольно много было вот таких вот сцен, какие-то заседания правительства, какие-то там выволочки, которые он устраивал, там, мальчиков целовал в пузико и всякое такое прочее. А потом вот пропала кладка. Потом, начиная с какого-то момента, ну вот что не выходка, то какой-то анекдот, то выйдет на пляж абсолютным балбесом с двумя амфорами, которые ему подложены, и вся страна смеётся над этим, и все изощряются в разного рода остроумных комментариях. И потом пресс-секретарь вынужден объяснять, что ну да, наврали, но всегда врут в таких случаях. А почему, собственно, всегда врут в таких случаях? Вообще можно и не врать, ничего страшного. История со стерхами, история с какими-то поцелуями кита в носик и поцелуями ягуара в глазик. И это всё как-то очень-очень выглядело нелепо, очень искусственно, очень натянуто. Ну, это плохой провинциальный театр. И это кончилось однажды. Нехорошо, потому что ровно так же, вот ровно с такой же степенью лажи они провели важное очень, например, событие. Если помните, вот, собственно, момент знаменитой рокировочки в сентябре 11-го года. Ну, это дорого, обошлось. Это было сделано опять очень нелепо, очень фальшиво, очень лживо. И люди это видели. И потом, скажем, произошла такая же по красоте и силе история с умрёмте под Москвой тоже. Очень фальшивая, очень лживая, очень корявая, очень натянутая. Но, в общем, есть какая-то большая проблема. Есть какая-то потеря стиля здесь, с которой Путину надо справляться. Я не знаю, или там людям, которые возле него этим занимаются. Но мне почему-то кажется, что он не особенно слушает профессионалов по этой части. А сам себе придумывает вот все вот эти вот выходки. И я подчёркиваю, это сюжет политический. Так же точно, как политический сюжет, это необходимость придумывать правдоподобные аргументы. Ну, аргумент, выдвинутый пресс-секретарём Путина, несомненно, по согласованию с Путиным, что развод в его семье произошёл из-за того, что у него очень напряжённый график, это смешно, если вдуматься аргументом. Потому что у нас что, нету женатых глав государств, что ли, в мире? Вообще, знаете, все счастливые семьи счастливы одинаково, а все главы государства, в общем, довольно сильно заняты с утра до ночи. Я думаю, что президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-госсовета Китая, израильский премьер, иранский аятала, они, в общем, очень занятые люди. И ничего страшного. У них как-то и жёны есть, и семьи есть, и дети есть, и внуки есть. И у некоторых, слава богу, родители живы, и они как-то умудряются с ними общаться. И вообще, человеческого облика, что называется, не теряют. И вопрос о том, успевает ли человек жить, и хорошо ли организовано его рабочее расписание, это вопрос о его профессиональном и политическом мастерстве. Это важно, на самом деле, для политиков высокого ранга, уметь организовать свою жизнь так, чтобы она осталась человеческой. Вот как-то Обама это умеет. Это видно и по фотографиям, это видно и по тому, как он танцует на очередной инаугурации со своей женой, и как он ходит за руку с детьми. Ну, он может это делать. И в этом нет совершенно для него ничего экстраординарного, и он очень органичен в этом. И это свойственно самым разным людям. Если вдруг выяснилось, что Путин не может организовать свой рабочий день, при том, что известно, что последние годы, вообще, откровенно говоря, люди, которые занимаются политикой, люди, которые вблизи наблюдают за властным процессом в России, они знают это, что вообще Путин сильно не перетруждается, так между нами говорят. Он работает обычно половину дня. Он появляется где-то на публике глубоко после полудня. У него длинное такое сладкое утро с долгими плесканиями в бассейне, катаниями на лошади, бесконечным завтраком, какими-то физкультурными упражнениями и всяким таким прочим. Потом он, наконец, выползает из своей резиденции. Потом он 10 раз опаздывает на 10 разных встреч. Вообще ничего такого особенного в последнее время с Путиным не происходит. У него минимальный график государственных визитов, если вдуматься. Вообще мало есть лидеров стран, которые путешествуют так мало, как он. Он позволяет себе сидеть неделями, чуть не месяцами в Сочи и наблюдать за тем, как там строят все эти стадионы, потому что без него это как-то вообще не произойдет. Он много чего себе позволяет. На самом деле, его рабочий режим организован довольно плохо. И на этом фоне рассказывать, что это все до такой степени невыносимо, что он аж прям вынужден развестись с женой, потому что у него не хватает на нее времени. Это такая иллюзия. И самое неприятное, что он, по всей видимости, сам в это верит. А мы в некотором роде от этого зависим, потому что это важно, как бы самоощущение этого человека. Он правда, видимо, решил, что он тянет очень тяжелый воз. Нет, не тянет. Ничего такого особенного. Я уверен, что многие из людей, которые сейчас слушают меня по радио, работают тяжелее, чем Путин. Вот просто серьезно, как бы по режиму, по калориям, которые они затрачивают, и нервным клеткам, которые они сжигают. Не надо ничего выдумывать. Это вот к вопросу ООО. Поэтому это нелепый довольно аргумент. И штука же ведь заключается не только в том, что он нелепый, а штука в том, что мы с вами видим, что он нелепый. И это происходит от того, что люди, которые все это планируют, и сам главный персонаж, который это все произносит, они нас с вами очень сильно презирают. Они совсем-совсем нас с вами не ставят ни в грош, что называется. Они считают, что мы сожрем и так. И они с этим ошибаются все чаще. И я думаю, что в этом смысле Путина ждут все новые и новые неожиданности в его профессиональной жизни все новые и новые открытия и все новые и новые разочарования. И по делам ему. Вот что я могу сказать по этому поводу.